Званный гость Дорогие друзья, спасибо, во-первых, за приглашение Очень приятно оказаться в студии твоего радио Но не в качестве ведущего, а в качестве гостя Кстати, это второй мой визит Ну, это уже первый телевизит, получается Да, телевизит, действительно, будет телеверсия у нас Можно посмотреть на нашем телеканале, ну и на интернет-ресурсах Ну и перейдем непосредственно к вопросам Чтобы лучше тебя люди еще раз узнали, так сказать Итак, Паша, многие тебя, еще раз напоминаю, знают Но все же расскажи себе Начнем с музыки, аранжировки Что, как это вообще началось у тебя Как ты к этому пришел Ну, начнем с того, что, наверное, музыка Это моя первая любовь Я очень люблю свою профессию Очень ей горжусь Это действительно моя любовь с младенчества Но музыка, я думаю, что все-таки это первый этап Через который я решил пройти А после уже попал на телевидение Сколько я себя помню, музыку люблю Но, в принципе, мне кажется, нет таких людей Которые были бы равнодушны к музыке Есть всегда песня Либо просто инструментальная композиция Которая в любом случае Заденет нотки души любого из нас Поэтому я считаю, что музыка Это одна из составляющих Важнейших в моей жизни И благодаря музыке Мне кажется, я живу лучше Я знаю, что ты играешь как бы на гитаре А владеешь ли ты еще какими-то музыкальными инструментами? Да, я владею многими Ну, не многими, но некоторыми инструментами Это и клавишные, и моя любимая губная гармошка Сказать, что владею, понимаешь, это такое Сложное Совершенствование предела Совершенно точно Все знаменитые музыканты Они по сей день, играя 50 лет, они усовершенствуются И, разумеется, ты правильно сказал Нет предела совершенства А ты обучался в музыкальной школе, либо ты самоучка? Да, я пошел в музыкальную школу еще в начальных классах Но по классу баяна Мне, честно, не понравился этот инструмент Забросил я это дело И активно стал заниматься, ну, тогда спортом Это вольной борьбой Интересно очень А вот ты вот слушаешь музыку Какие у тебя кумиры, и какую музыку, какой стиль ты больше всего предпочитаешь? Ну, вот опять-таки, да, вот сколько я себя помню, люблю музыку И знаешь, вот мне кажется, что мое поколение, вот 90-х годов Я немножко отличался вот именно музыкальными пристрастиями Потому что вот как только появился у меня магнитофон А это вот совершенно пароль... малыш еще был Моими кумирами сразу же моментально стали эта группа Битлз И группа Браво Ну, а после уже, когда я стал чуть постарше Музыкальное пристрастие и круг Кругозор просто О музыке расширился Это был классический рок-н-ролл Это и Роллинг Стоунс, и группа Пинк Флойд Тирекс Дженнис Джоплин, Джимми Хендрикс Гэри Мур, Эрик Клэптон, Джо Кокер И многие-многие исполнители, которые очень сильно повлияли на меня И по сей день их музыка для меня, ну, является примером и авторитетной А есть ли какой-то конкретный кумир, прям вот идеал, прям эталон для подражания? Я думаю, такого нету Ну, наверное, Эрик Клэптон, очень многие композиции просто на протяжении моей жизни Всегда были рядом, я их всегда слушал и в плеере, и дома на колонках Ну, в принципе, музыка всех этих артистов для меня была эталонной Вот, кстати, вот недавно мы с супругой были на концерте Стинга И как там прошло? Это просто потрясающе Ты знаешь, Женя, увидеть живьем, своими глазами действительно гения С большой буквы и услышать музыку, которая, на мой взгляд, является, во-первых, золотым фондом популярной музыки И к тому же, на мой взгляд, это одно чудес света Вот композиции этого исполнителя И увидеть, и услышать до мурашек просто Я просто представляю, какая там была нереальная атмосфера Нереальная атмосфера Минск-Арена заполнена кругом огни, кругом поклонники И голос этого человека, который является просто кумиром миллионов людей Это просто не забыть никогда Ну что ж, «Званый гость» продолжает эфир твоего радио Также напомню, что у нас в гостях радиоведущий, телеведущий, музыкант, аранжировщик Павел Балейшес Паш, давай в этом втором выпуске поговорим конкретно о твоей профессиональной деятельности Вот как ты попал на радио? Ну, во-первых, радио и телевидение – это вот тоже моя страсть Очень большая с самого детства Я с ранних лет хотел именно работать, заниматься этой деятельностью Вообще было, наверное, несколько профессий, которые мне очень нравились Вот это одна из них Но в свое время, когда-то в нашем городе, очень сильно процветала музыкальная деятельность Я играл в одном из коллективов, точнее даже в нескольких А на чем играл? Да, я был гитаристом и играл на губной гармошке, автором музыки был Мы часто выступали и в итоге выиграли один телепроект республиканский Заняли, точнее, третье место тогда И нас пригласили в прямой эфир на первое национальное радио И после мы еще играли в прямом эфире на белорусском телевидении, на БТ, на первом канале Тогда еще в программе 5.5 с Дмитрием Шепелевым Если помнишь, была такая программа молодежная Вот, мы тогда играли и тогда я окончательно понял, что хочу работать на телевидении, на радио Это было, меня так поразило, так все было интересно, так все было занимательно Мне казалось, это просто какой-то нереальный мир И в принципе, я до сих пор считаю, что это именно так Ну, а вот телевидение, что привело конкретно именно на экран? Вот ты попал на радио, а как попал на телевидение? Ну, телевидение, мне кажется, это неотъемлемая часть Это две... Все это средства массовой информации, они параллельно развиваются Это интересно и там поработать, и там поработать, и со зрителями поработать Это все очень интересно Многим вот радиослушателям, в том числе мне это интересно Вот ты работаешь и на радио, и на телевидение А что больше по душе? Радио или телевидение? Я не могу так сказать Мне кажется, и там, и там я нахожу себя И мне бы хотелось реализовать себя абсолютно везде Ну, вот сейчас ты вот телеведущий, радиоведущий, да? Аранжировщик, музыкант А кем ты видишь себя в будущем? Ну, во-первых, хотелось бы достигнуть каких-то профессиональных высот Я надеюсь, что это получится И главное, не останавливаться Я очень люблю увлеченных и творческих людей Очень ценю таких людей И мне кажется, неважно, сколько тебе лет Главное, найти дело по душе Пускай ты даже будешь... Ты будешь счастлив Да, пускай ты не будешь заниматься этим профессионально Это не будет твоей профессией Но не лежать дома, не смотреть телевизор Это, по-моему, самое главное Движение – это жизнь Я знаю, что ты очень разносторонний человек И было время, ты даже увлекался гончарным делом О, да, да, действительно Расскажи про это Керамика Какая-то любовь действительно огромная Несколько лет я занимался в художественной мастерской Точнее, работал Это была работа моя У народного художника Лявона Дерванова Ну, кстати, привет ему, если он меня слышит Но он, правда, живет в Минске Несколько лет я был у него и учеником И много лет у него работал Самые выдающиеся твои работы вот в этом направлении Ты знаешь, нет таких вот, чтобы были какие-то конкретные работы Какие-то скульптуры У меня остались еще с прошлых лет некие вазы, некие скульптуры, горшки Все это еще есть, но, к сожалению, не так много работ осталось, как хотелось бы Но я надеюсь, они останутся надолго Вот и моим детям они также достанутся еще Ну, вот я очень внимательно следил за твоим инстаграмом И вот я вижу, у тебя есть новые хобби, как рыбалка и путешествия Путешествия И спорт, спорт главное Да, спорт, это, знаешь, наверное, на данный момент в моей жизни Это самая большая душина Я обожаю спорт И также с детства занимаюсь спортом Вот, кстати, сегодня после эфира сразу же быстрее в спарту заниматься Вот, это также хорошая разрядка Между прочим, ты там не устаешь, а наоборот отдыхаешь После работы, после эфира Сам понимаешь, как устаешь И напряжение, волнение Ну, мне кажется, первые занятия, ты как раз таки устаешь А потом втягиваешься и отдыхаешь Да, конечно, конечно, вот Ну, а путешествия, я думаю, все любят путешествовать Это не обязательно уезжать куда-нибудь далеко Там можно путешествовать и по Лицкому району Очень часто куда-нибудь выезжаем Что-нибудь смотрим и новые места открываем постоянно Ну, рыбалка, это, конечно, так же Ну, каждый мужчина должен рыбачить Рыбалка, это потрясающе На лодке, осенью Ну, вот попробовать, как мы с тобой за кадром говорили Еще зимнюю рыбалку хочу освоить А расскажи про самый большой улов Это какая была? Ну, самый большой, ну, вот я тебе говорил Это 2 килограмма щука у меня была Ну, что ж, я думаю, это не предел Будем надеяться Ну, и на этом наш званный гость эфир заканчивается Мы напоследок пожелаю тебе удачи Спасибо В твоих начинаниях, чтобы ты добился всего То, что у тебя есть в планах К чему ты идешь и стремишься У нас в гостях был радиоведущий, телеведущий, музыкант, аранжировщик И очень замечательный человек, Павел Балейшин Твое радио Званый гость Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok